Девушки отдыхают Николай, здравствуйте! А вы знакомы с Рубцовском? И что бы вам хотелось, чтобы этот турнир дал городу? В Рубцовск приезжал я в свое время. Там, кстати, школа бокса достопамятная. Древняя, известная, оттуда вышли многие боксеры. Мы туда приезжали. Кстати, уже прилично, где-то 4-5 лет назад. Я был в Рубцовске. Я знаю, что он своими боксерами славен. Поэтому великий бой на Алтае, точнее, я неправильно выражаюсь, а бой на Великом Алтае, который, вот этот турнир, который начал свою историю с Барнаула, мне кажется, должен ездить вообще по городам Алтае, потому что бокс любят везде, спорт вообще очень любят в Сибири. И в особенности бокс. Бокс, борьба всегда такой конек всех ребят, которые потом приезжают, выходят или в ринг, или уже начинают выступать на международных соревнованиях. Многие из них вам известны. И мои коллеги, и Сан Саныч Карелин. Тоже не так далеко отсюда, родом. Так что это очень здорово, что этот турнир будет 1 сентября в самом Рубцовске. Это событие, скорее всего, соберет большое количество людей. И по-своему это, я так, может быть, предрекаю, будет знаменательным событием. И если, допустим, жителям Рубцовска это понравится, они захотят еще, то, мне кажется, будет справедливо сделать для них дополнительные, еще подобные спортивные мероприятия по боксу. Вы уже не первый раз приезжаете на Алтай посмотреть бокс. А кого бы из наших спортсменов вы выделили? Я не могу так сказать, чтобы я кого-то выделил, потому что, знаете, очень сложно с моим графиком конкретно за кем-то следить. Это раз. Я, наверное, больше отмечаю саму организацию и старания организаторов. В данном случае я всегда говорю, в первую очередь, об Армане Танаяне. Он действительно человек, который влюблен в этот вид спорта, в бокс, которому он дал много лет. И его желание, ну, скажем так, зажечь новые боксерские звезды, потому что он всегда старается сделать таким образом, чтобы именно местные боксеры, местные ребята имели возможность выйти и драться, причем одновременно в один вечер и любителям, и профессионалам. Поэтому это очень важно. И вообще, с точки зрения развития самого спорта, и с точки зрения, ну, так сказать, такой яркий пример для молодежи. Может быть, заезженное слово, но молодые люди приходят на бокс, по крайней мере. И все те разы, когда я приезжал в Барнаул, пока вот на Великий бой, я видел много молодежи. Они загораются, это очень важно. И наверняка кого-то, ну, это, скажем так, подвигает тому, чтобы прийти в зал. Тем более, теперь в Барнауле, ну, уже даже не год, больше, работает Мануэл Лагадасович Габрилиан, мой тренер, который вывел меня к чемпионскому титулу. И, наверное, это тоже определенно вдохновляет ребятишек, которые у него под началом. Почти год в Барнауле работает Мануэл Габрилиан, это ваш бывший тренер. Говорят, это вы посоветовали Краевой Федерации бокса привлечь Мануэла Аганесовича к тренировочному процессу. Почему? Знаете, некоторые шутят. Это такая возникает большая армянская диаспора в Сибири. Но нет, дело не в этом. На самом деле, вот найти человека, который был бы также влюблен в этот вид спорта, который бы помог в плане организации, в плане подготовки для спортсменов, Когда вообще возникла идея организации школы бокса у Танаяна, у меня сомнений не было. Я знал, что Мануэл Аганесович готов поехать работать. Я ему эту идею подкинул. И мне кажется, они уже так замечательно образуют некий симбиоз. Мануэл Аганесович готовит самих боксеров, а организацией занимается Армен Танаян. Ну, наверное, это здорово. Что тут можно сказать? Я очень рад, по крайней мере, до нашего с вами разговора сейчас уже в аэропорту мы встретились с моим тренером. И так пообщались. Мы виделись и в Москве, когда он приезжал, ребят привозил. Это, по крайней мере, я вижу, как горят его глаза. Значит, ему создали условия, в которых ему комфортно работать. А это самое важное. На этом турнире выступят наши молодые ребята. Это братья Антонян и Артем Хорошилов. С ними мы связываем большие надежды. Как вы считаете, а что должен сделать город и край, чтобы у нас появились спортсмены вашего уровня или уровня Александра Поветкина? Во-первых, это дополнительная организация открытых рингов. Помимо тех условий в зале, которые есть, это возможность драться. То есть не вариться в собственном соку. Для любого спортсмена, любитель, профессионал очень важны. Быть постоянно, как говорится, в теле. И ездить на соревнования не только по Алтаю, но и в близлежащей области. Желательно устраивать бои, по крайней мере, для профессионалов. Где с каждым боем, а это не маленькая работа, поверьте, очень сложная. Потому что промоутинг и менеджмент профессионального бокса – это целая история. Так вот, нужно выстраивать так, чтобы каждый новый соперник после очередной победы был посложнее предыдущего. Вот тогда будет рост. Но, естественно, что организация еще и спаррингов соответствующая, вот она дает очень серьезный толчок для роста самого спортсмена. Николай, а что это значит? Нет, нет, ничего особенного тут такого нет. Я говорю лишь о притоке новых спарринг-партнеров, которые могут приезжать на сбор сюда, допустим, но в тренировке с которыми спортсмен растет, растет своим классом. Сегодня с левшой стоишь, завтра с тем. Ну, левша – это уже очень специфически. Вообще надо обязательно проводить тренировки против левши, потому что рано или поздно мы с левшами встречаемся. Вот, например, в моем случае это было не очень удачно, я Чигаеву проиграл. Так что обязательно, обязательно. Ну, кстати, если зашла речь о профессиональных дебютах, Николай, а когда состоялся Ваш профессиональный дебют и с какими трудностями Вы столкнулись на ринге? С трудностями только лишь необычная обстановка, она сильно отличалась от тренировочной, потому что зал был большой, зрителей много, естественно, они не на меня пришли. Бой у меня был четырехраундовый, разогревающий в самом начале этого боксерского вечера. А вот только вот с этим я испытывал какие-то проблемы. У меня, наверное, ну, был определенный такой мандраж хороший такой спортивный. Выиграл я бой за два раунда, но, видимо, перенес такой эмоциональный всплеск, что даже потом уже температура поднялась. Ну, необычно это было для меня, но потом уже этого не повторялось. А я, кажется, переболел сразу. И бой этот был в Берлине. Знаменательно, что в этом же городе я стал чемпионом в конце 2005 года. А вообще, как Вы попали в профессионалы? А это изначально произошло. Тренер Олег Шалаев, который меня, собственно говоря, в профессиональный бокс привел. Разговора о любительском боксе не было. Вот этот достопамятный бой, о котором я Вам сказал, он был быть самым первым в жизни. А потом я попытался, ну, некоторое количество боев провел по любителям. И как только грянули игры доброй воли, куда я отобрался, туда приехала немецкая делегация, и меня дисквалифицировали сразу. Но этот бой был занесен в рейтинг. То есть я был занесен в профессиональные рейтинги общемировые, проведя всего лишь один так называемый разогревающий четырехраундовый бой. И по правилам любительского бокса это дисквалификация. Все. Для меня любительский бокс на этом вообще закончился. Я успел только стать мастером спорта. Но, в принципе, быстро стало. За 15 боев общей сложности. Или там за 13. Пожилые тренеры любят с любовью вспоминать прошедшее время. Говорят, в 70-е, 80-е, 90-е годы было сложно найти юношу, который не держал бы в руках штангу или не надевал боксерские перчатки. Действительно ли сейчас интерес к истинно мужским видам спорта идет на спад? Не бросает. Я просто, наверное, отмечу, что какое-то время назад спорт был, ну скажем так, подзабыт. Сейчас вообще спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, он в молодежи очень популярен. Популярен и стало, ну, в принципе, реально стало не плохим тоном заниматься курением, алкоголизмом и прочее. Хотя это тоже все присутствует, но это скорее от незанятости, чем от неуемного желания. Но по большому счету такого массового проникновения, может быть, как было это при Советском Союзе, может быть, и старые тренеры, да, они не наблюдают, поэтому так говорят. Хотя, с другой стороны, я вам как бы не как житель большого города, а в принципе скажу, что если бы спортивных площадок строилось больше, или, по крайней мере, обновлялось, не только при школах, где это все сделано. Это просто обязано. Всегда при школе для занятий физкультурой должны быть должные условия. А самих площадок, простых, плоскостных, буквально уличных, потому что и отношение к спорту. Сейчас уже не загонишь просто так бегать кого-то или подтягиваться на турнике. Поэтому сегодня турник должен быть красивый и дорожка красивая. К сожалению, по-другому мы не можем сегодня привлекать молодых людей к спорту. Поэтому им есть о чем вздыхать, но если мы с вами просто-напросто возьмем Советский Союз и уже Россию, да, нашу, родину после развала Советского Союза, мы точно, однозначно можем сказать, что количество спортивных объектов, куда входят эти плоскостные площадки и все прочее, построено несравненно уже больше, чем при Советском Союзе. И при этом этого все равно еще мало. Наша беседа проходит в канун 1 сентября, и сейчас многие родители думают, в какой же вид спорта отдать своего ребенка. Назовите несколько причин, по которым родители должны отдать ребенка в бокс. И в каком возрасте лучше это делать? Во-первых, еще нужно не просто отдавать, а сообразоваться с самим ребенком. Это очень важно, потому что мужской вид спорта, борьба, бокс и единоборство – это все хорошо для пацанов. Да и девочки сегодня с удовольствием всем этим занимаются. Тут, наверное, нужно все-таки найти время и не только поговорить, но и посмотреть, к чему тяготеет твое чадо. А как это понять, что вот бокс надо борьбу? Я же сказал, время найти. Время найти, попробовать, дать ему возможность туда, скажем так, проникнуть, прийти в эту секцию, может понравиться. Что делает бокс в своем ребенке? Уверенность. Уверенность в себе. Уверенность в себе в дальнейшем при должной тренировке и философии, которую дает тренер, не только ощущение некого превосходства, но и возможности защитить и себя, и окружающих. И еще самое важное – не пользоваться во зло другим, ну, скажем так, во вред, не использовать свои приобретенные навыки, потому что человек, становясь сильнее, становится, на самом деле, должен, по идее, становиться великодушнее. Потому что преобладание или некое ощущение превосходства в правильном направлении, в правильной философии никогда не может быть причиной проявления этого превосходства. Николай, спасибо. Пожалуйста. Ну, а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Николай Валуев, депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира в тяжелом весе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова